Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, а любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 28 мая день Пахомия Великого, назван в честь преподобного отца Пахомия Великого, он был язычником, но по убеждению пришел к вере Христовой, вел очень строгую подвижническую жизнь, он молился в летний зной, воздавая руки к небу и не позволял себе опустить их, иногда покрывался даже грязью от обидного пота, падавшего с его тела, постился, бодрствовал по ночам, В дальнейшем он на пустынном месте основал обитель и стал наставлять приходящих в вере Христовой. Когда Пахомий, желая стать монаха, пришел к славному старцу Паламону, то услышал от него предостережение. «Я должен сначала сказать тебе, какова мера жизни монашеская?» Во всякое время мы бодрствуем половину ночи, размышляя о Слове Божьем. Очень часто мы остаемся с вечера до утра работать своими руками, делать веревки, чтобы бороться со сном и снабжать себя тем, что нужно для поддержания нашего тела. То, что остается сверх нашей нужды, мы отдаем бедным. Что же касается того, чтобы есть масло или что-нибудь вареное, пить вино, мы не знаем, что это значит. Мы постимся всякий день до вечера в продолжении летнего времени, а зимою мы постимся по два дня подряд или по три. Правила общих молитв. 60 раз молиться днем и 60 раз ночью. Кроме тех молитв, кои мы творим в каждом мгновении и коих счета мы не знаем. Что касается народа, то этот день прозвали Бакагреем или теплым, поскольку сейчас устанавливалась летняя погода. С этим днем связано большое количество поговорок. На Пахома тепло, все лето теплое. Пришел Пахом, запахло теплом. Приметы. Если на Пахома погода теплая, то можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший улом. Если сегодня багряный восход, лето будет жарко с пожарами. Кстати, вот еще интересный комментарий на гепатит желтуха Альбина Егорова написала. Спасибо вам огромное за ваши бесценные советы и низкий поклон. Мне очень помогли ваши книги из «Сосуда своего». Ну, это одна книга. Тогда мне было 23, сейчас 48. Попала в больницу, когда сломала руку, а так все вашими методами решается. Видите, никаких каких-то отрицательных явлений нет. И это бывает тогда, когда человек все-таки трезво оценивает подход к своему лечению, оздоровлению и жизни в целом. И рассуждает, а почему это возникло вот так вот. Что надо сделать для того, чтобы от этого избавиться? А не просто «А-а-а-а! Поверил, доверился, а вы тут мне-мине-мине-мине-мине». Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!